Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос про трудоголизм девушки. Вопрос задает парень. Говорит, что 9 месяцев назад познакомился с девушкой. Развились отношения. И уже в начале отношения узнал, что она крайне занята на работе. Работает с 8 до 10 вечера. С понедельника по пятницу. И с ней невозможно увидеться по будням вообще. У них для встреч были выходные и праздники. Но молодому человеку явно это недостаточно. Так по крайней мере он говорит. И каждый месяц он все больше и больше раздражался относительно того, что они редко виделись. Вот. Значит девушка по словам молодого человека работает откровенно на износ. Вот. Работает очень много. Но она упертая. Считает, что для своего возраста получает максимальную нагрузку. И соответственно на более низкую зарплату не соглашается. Уговаривали сменить работу ее. Опять же по словам. Молодого человека все ее родители. Но она не соглашается. Соответственно молодому человеку недостаточно времени. Времени которое они проводят вместе. А когда она приезжает к нему, то падает в кровать и соответственно может спать по 12-15 часов. Иногда оба дня. То есть очень сильно устает. Вот. Значит молодой человек говорит, что спит два дня с редкими перерывами. Что это как бы ну это вот оргализм в данном случае. По описанию молодого человека. Так. Значит вопросы, которые задает автор текста. Значит подсказать, что делать. Как мне смириться с таким графиком девушки. Как преубедить ее уволиться с работы. И соответственно это натуральный протоколизм, помноженный на мазохизм. Такие выводы здесь делает молодой человек. Уважаемые, 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 я постараюсь ответить вам на вопрос. Ну вот и для начала хочу сказать, что, как мне кажется, все четыре ваших вопроса. Три вопроса, которые вы задаете отдельно и один вопрос в конце описания ситуации заданы некорректно. Потому что норма определяется самим человеком. Да, не всегда это получается. Но все-таки мне кажется, что пока хотя бы чисто формально человек является здоровым и трудоспособным, он сам определяет норму. Если есть подозрения на патологию, то имеет смысл говорить о психическом расстройстве. Но это уже немножко, как вы понимаете, я надеюсь, другая история. И к нашей теме, к теме вашего, в том числе, вопроса отношения не имеет. Значит, смотрите. Вас можно понять. Ваши потребности можно и нужно учитывать. Только девушка почему-то этого не делает. Вот. Вы ее потребности учитываете? Как бы, ну, мерите с тем, что она работает много. Мерите с тем, что очень редко ее видите. А она не учитывает ваши потребности. И, на мой взгляд, раздражение связано фундаментально не с тем, что вы ее не видите, как вот вы говорите. Хотя это тоже важно, безусловно, это важно. А с тем, что вы чувствуете, что она для вас, ну, как бы, более, более важна, чем вы для нее. То есть, вы как бы чувствуете, что баланс такого отношения нарушен. С чем это связано? А с тем, что, по сути, отсутствует прямая коммуникация, по крайней мере, по вашему тексту. Я, естественно, не знаю и не могу узнать, как мы общаемся. То есть, ну, в смысле, я не могу знать, насколько успешно вы с ней разговариваете, если вы разговариваете, насколько успешно вы с ней, там, ведете диалог, если вы ведете диалог. Но вот то, что вы сказали нам, что вам мало контактов с ней, что вам ее не хватает и так далее. Вам это нужно сказать и ей. Ей сказать о своих потребностях. Ей сказать о том, что вам кажется, как будто бы для нее работа важнее, чем вы. И если она совершенно четко это скажет, то уже вам решать в таком случае. Если вы говорите, что вы ее любите, то любовь – это безусловное принятие. Но безусловное принятие возможно только в том случае, если вы, безусловно, также принимаете себя. А это означает, безусловно, принимать в том числе и свои потребности. И если вы чувствуете, что где-то вы себя ломаете, если вы чувствуете, что где-то вы себя пересиливаете, это уже не любовь, понимаете. Это уже невротические отношения, к сожалению. Вот. Поэтому первое, что хочется сказать, это вот то, что вам нужно прямо ей об этом заявить, прямо обозначить свою позицию, поставить ее перед фактом, что если вы не будете видеться женщина, то у вас нет ощущения, что вы в отношениях. Потому что отношения – это ответственность. Понимаете? Это ответственность. Вот. А не как бы так вот, что типа я стоял в отношениях, но вообще-то я работал постоянно. Вот. Соответственно, если девушка ответственности не чувствует, если за нее отношения, то вот так. это ее право, но вы совершенно не обязаны как бы ее позицию разделять. Это первый момент. Второй момент. Прямо вытекающий из первого. Мне показалось, что вы боитесь, боитесь ей об этом сказать прямо. Потому что знаете, что она выберет не вас. Вы знаете, что она скорее всего выберет работу. Она скорее всего выберет работу. Потому что вы знаете, что она упертая. Потому что вы знаете, что она не согласна на меньшую зарплату. Вот. Вы боитесь, что она выберет не вас. Вот. И, соответственно, зная, что она не видит вас, вы боитесь об этом прямо говорить. Вот. И тут, как бы, если имеют место быть ваши страхи, то с ними, со страхами, в смысле, на мой взгляд, нужно работать, потому что само по себе это не пройдет, само по себе это не исчезнет, само по себе это будет вас, ну, тревожить, само по себе это будет вас беспокоить. Вот, достаточно, ну, достаточно сильно это будет вас беспокоить. Вот, и, соответственно, это делает вас человеком несколько неуверенным в себе, к сожалению. Следующий пункт, на который хотелось бы обратить ваше внимание, это пункт, касающийся того, что вы сильно скучаете по своей девушке. Такая вот сильная скука, она наводит на мысль о том, что вы не нуждаетесь и такое ощущение, что что-то компенсируется. То есть поймите правильно, скучать по человеку, особенно если вы любите его нормально, а испытывать нехватку вообще не нормально тоже, но вы, как вы описываете то, что вы описываете, ну, очень похоже на то, что у вас именно в ней потребность, вы говорите, что вы мучительно скучаете по ней. Мучительная скука связана с тем, что, ну, как бы, вы фиксируетесь на ней. То есть это происходит застревание своего рода, невозможность переключиться. То есть одно дело, когда вы испытываете простое желание человеком проводить время по тому, которое вам нравится, и у вас есть некоторые представления о том, как это вот должно быть, и вы готовы эту идею продвигать и отстаивать. И другое дело, когда вы мучительно скучаете, это разные вещи. Соответственно, если я прав, то с подобным застреванием, с подобной фиксацией нужно работать, потому что здесь, скорее всего, соединяются некоторые мотивы, некоторых потребностей, не имеющие прямого отношения к, собственно, вашим, ну, к девушке и к отношениям между вами. Вот. Интимная сфера здесь идёт за скобком, это само собой. Но, кстати, она может быть заявлена в качестве вашей позиции при обозначении своих интересов. Это нормально. Следующий пункт, который я хотел бы выделить, это то, что по описанию девушка боится отношений. То есть очень часто трудоголизмом люди закрывают своё бегство, прикрывают, точнее, бегство от самих себя, бегство от, ну, своих-своих чувств, своих эмоций, своих переживаний, своих страхов. Часто, не в большинстве, но часто это происходит по причине того, что человек боится близости, боится сближаться, боится отношений, боится доверять. И, соответственно, важно, чтобы вы, чтобы вы сами позамечали, а насколько вот девушка искренняя вообще. посмотрели на её родственни, почему вы общаетесь с ними. Какие это люди. То есть вам нужна какая-то чёткая картинка. Следующий пункт, он будет, наверное, последним, касается истории про цели, которые девушка достигает работы таким образом. Вообще, нужно спросить вам у неё, чего она хочет. Ну, какие у неё цели. Хочет ли она добиться карьерного роста? Хочет ли она себя обеспечить? Вообще, ей деньги вообще нужны? Не в смысле, что ей деньги не нужны, а в смысле, зачем деньги? Ну, вообще, деньги зачем? То есть, во всеми деньги, если она, судя по вашему, ну, судя по вашему описанию, да, она их не платит, даже не успевает просто. Ну вот. Это то, что вам нужно также выяснить у неё. Вот. И сопоставить с тем, как вы сами видите свои цели. Потому что, ну, вот, вы же как говорите, да, да, вот, как бы, что, ну, то, что вы тоже много работаете, вы говорите, что у вас тоже вот такая достаточно тяжёлая работа, вот. И, ну, до, там, объёмов девушки вам, условно говоря, как вы сами говорите далеко, вот. То есть, сопоставьте, попробуйте, по крайней мере, сопоставить свои цели, сопоставить её цели. Вот. Чтобы это было, вот, как-то, ну, для вас, понятно, вот. Чтобы вам это было, чтобы вы как-то, ну, могли бы для себя это сформулировать. Потому что, ну, опять же, опять же, вот, на мой взгляд, сейчас этого нет у вас. То есть, на мой взгляд, сейчас вы, вот, ну, в несколько, вот, таком, ну, ну, зависим, как бы, в состоянии, в подвешенном состоянии сейчас вы находите, вот, к сожалению. Вот, а, пожалуй, такой ответ. Смириться, вот, с тем, что девушка работает, вот, столько времени, сколько вы описываете, и смириться, ну, как-то, вот, в целом, с этой ситуацией, мне кажется, в данном случае будет некоторым насилием над собой. Только-только, а, если, а, не выяснится, что у вас, ну, идет, а, какая-то, а, попытка, да, вот, компенсация, то есть, ну, если, вот, вы, там, сами испытываете какие-то проблемы, вот, ну, в смысле, вот, то, о чем я пытался вам сказать, вот, ну, вначале, да, как-то, да, вот, то, что я говорю, а, про, а, вот, про вашу, ну, про вашу, а, примерно, да, вот, то, что я пытался давать, вот, в данном случае, донести, вот, если это как-то подтвердится, если это раскроется, в, ну, вот, в процессе психострапии, например, да, вот, то, тут уже немножко другой разговор, то есть, вот, в таком случае можно говорить немного о проблематике другой, вот, если же это абсолютно нормально, и здесь нет никаких наложений, здесь нет никаких конфликтов, вот, что, на мой взгляд, смириться с этим невозможно, потому что, это сложно назвать отношениями для вас, по крайней мере, по крайней мере, вот. Какой, а, идеальный вариант, а, на мой взгляд, решения проблемы? Ну, на мой взгляд, а, идеальный вариант, вариант решения проблемы был бы, если бы вы обратились, а, вместе с девушкой, к семейному психологу, вот, то есть мы просто провели вот такую вот психотерапию для пар, вот, на которой могли бы разобрать то, что вас называют, поговорить, вот, научиться коммуницировать, ну, лучше вот с друг другом, научиться, вот, могли бы лучше коммуницировать, коммуницировать друг с другом, вот, вот, и дальше уже что-то решать, потому что, мне кажется, что, если у вас, вот, с коммуникацией, а, так скажем, ну, серьезная проблема, вот, если у вас с коммуницированием друг с другом, а большие, ну, не знаю, насколько большие, но трудности есть. То, что вы описываете, что у вас, вот, накапливалось раздражение, да? А, это вот, как раз, правильно, это как раз про то, что вы, ну, как бы, в какой-то степени сдерживать злость, вот, не позволяете ей злости, в смысле, прорываться, вот, не позволяете ей злости, в смысле, выражаться, вот, и это является основанием для того, что у вас не происходит, вот, сколько-нибудь такого адекватного, как контактирование, ну, контактирование друг с другом, к сожалению. Вот, соответственно, это тоже нужно, можно и нужно поправлять. Вот, конечно, если, есть на это ваше желание. Вот, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!